привет друзья с вами роман стикс в этом мастер-классе мы будем говорить с вами о плагине cla mix hub и еще о нескольких плагинах криса лорд элджа которые логично вписываются именно в тот тип работы который можно перенести как бы с методологии криса лорд элджа на соответственно цифровые рабочие станции и так кто такой крис лорд элдж я думаю вам рассказывать не нужно вы можете посмотреть его список релизов это один из самых опытных и востребованных на сегодняшний день микс инженеров именно в жанре рок поп-рок кантри хотя у него есть также миксы и с поп-артистами совместно с компанией вейпс крис лорд элдж выпустил плагин cla mix hub что же это такое и в чем тут фишка ну начнем с того что крис лорд элдж работает на консоли solid state logic 4000 как вы знаете у компании вейпс есть серия плагинов solid state logic которая моделирует как раз ssl 4000 в том числе однако несмотря на это выпущен отдельный плагин cla mix hub он еще больше позволяет погрузиться в аналоговый алгоритм сведения здесь и обновленное звучание самой консоли более богатое по гармоникам то есть это легко проверить я проводил тесты тестировал соответственно cla mix hub и плагин ssl 4000 channel strip cla mix hub гармоническое содержание более насыщенное получилось также в отличие от оригинальных плагинов solid state logic здесь есть больше возможностей за счет того что есть два алгоритма компрессии не только оригинальный алгоритм solid state logic но еще из компрессора 1176 также есть еще режим дакера дополнительный контроль атаки и релиза в этом модуле также добавлена работа с шириной стерео базы ну и самое главное это то что здесь можно организовать работу при помощи так называемых бакетов ну что такое бакет на русский язык вообще бакет дословно переводится как ведро но мы будем воспринимать слово бакет как группа каналов обратите внимание сейчас перед вами фотография консоли ssl 4000 вот вы видите каналы объединены как бы в блоке по 8 каналов то есть они просто так смонтированы вот эти группы каналов они и называются словом бакет в этом плагине суть в том что микс инженеры которые долгое время работали на аналоге как соответственно крис лорд элдж они привыкли уже группировать в эти бакеты некое однородное содержимое то есть допустим барабаны гитары и так далее одно из удобств работы с настоящей консоли заключается в том что мы можем сразу же на соседних каналах видеть настройки компрессии эквализации и очень быстро обращаться к любому параметру на любом канале при стандартной работе с плагинами соответственно нам нужно заходить в каждый канал и открывать плагин все и микс хаб мы можем также перемещаться по бакетам и одновременно видеть настройки всех соседствующих в одном бакете каналов и так давайте начнем рассматривать как работать с этим плагином на практике я подготовил для этих целей фрагмент сессии группы элиси песня называется ядовитая этот мастер-класс будет именно мастер-классом по плагину силой микс хаб и по нескольким еще дополнительным плагином крис лорд элджа то есть не стоит считать это полноценным мастер-классом по сведению на эту тему у меня есть отдельные мастер-классы это сведение аудиозаписи и основы сведения но здесь мы рассмотрим и применим некий вот этот алгоритм работы с плагинами крис лорд элджа и так для корректной работы с плагином силой микс хаб нам нужно следующее нам нужно чтобы все треки были промаркированы таким образом чтобы их названия были логичными и короткими желательно не более шести символов иначе это просто не будет отображаться корректно внутри плагина сиэлей микс хаб все начинается с того что мы устанавливаем плагин сиэлей микс хаб на каждый канал давайте это сделаем на моно каналы мы будем ставить моно версию плагина на стерео канал и соответственно стерео версию скопируем этот плагин на соседние каналы сюда мы поставим стерео версию плагина также и и скопируем на остальные каналы так нет сюда не стерео версия нам нужно итак на все каналы мы установили плагин сиэлей микс хаб давайте откроем его у этого плагина есть несколько вариантов отображения того что мы видим сейчас мы находимся в так называемом channel view то есть мы видим управление текущим каналом вот bd o rg то есть оригинальная басбочка сокращенно и вот мы видим что здесь отображается название этого канала давайте перейдем в bucket view здесь мы видим группы вот этих самых каналов но пока на них не назначены сами каналы то есть мы видим вот первый bucket он пустой да давайте сюда добавим барабанные каналы это можно делать несколькими путями один из путей мы можем правой кнопкой мышки нажать сюда и назначить какой-либо канал также мы можем зайти в меню и сайн в меню назначения и вот в этот bucket синенький который выбран просто отметить те каналы которые сюда идут вот давайте эти основные барабаны мы сюда добавим так в этом бакете осталось всего одно место поэтому давайте зайдем в следующий bucket и в следующий bucket мы добавим оверхеды рум перкуссию тамбурин еще какой-то канал перкуссии или можно поступить следующим образом можно отсюда убрать канал перкуссии и вместо этого добавить сюда каналы баса как раз они все три сюда уместились очень удобно а канал вот этого тамбурина можно добавить в первый bucket дальше давайте в 3 bucket что мы добавим ну логично добавить сюда гитары как раз они сюда все уместились следующий bucket давайте добавим сюда клавишные так ну и в следующий bucket мы добавим давайте вокал и сейчас посмотрим все они сюда вместятся или нет и так лид вокал дабл пускай будет лид вокал от припева даблы от припева и у нас еще два канала ничего не будем в них добавлять давайте в следующий bucket добавим бэк вокалы и так вот мы объединили в эти самые bucket и те каналы что у нас есть и сайн теперь можем закрыть и обратите внимание вот мы переходим по bucket и сразу видим что для текущего bucket отображается та или иная часть канального плагина то есть вот сейчас мы видим с вами модуль input мы можем видеть модуль эквализации для каждого канала модуль динамической обработки для каждого канала и модуль выхода для каждого канала метринг может показывать вход или выход теперь бакетом можно дать название и так у нас есть с вами еще несколько бакетов и они нам тоже понадобятся у нас есть вами еще два свободных бакета они нам тоже понадобятся теперь давайте объединим каналы в логичные группы и так сейчас у нас все дорожки идут напрямую в мастер давайте создадим логичные группы так ну первая группа это будет группа барабанов я их объединяю вот таким вот образом и эту сумму мы назовем драм грп дальше несколько басов давайте создадим также басовую группу вас грп далее гитары я хотел бы разделить в две разные группы в одной чистой гитары в другой гитары совы драйвом но я вот уже вижу что вот это кранч что это драйв это тоже драйвовая гитара вот их мы в группу drive гитар с направим и эти гитары направим в чистую группу клин гитар с далее у нас есть клавишные теперь группа лид вокалов вот они л.д. далее у нас есть даблы и есть бэк-вокалы давайте чтобы одинаково было везде пускай будет гр вместо грп и так у нас получилось как раз 8 групп на эти группы мы тоже повесим плагин c la mix hub и давайте сделаем назначение соответственно зайдем опять в bucket view и вот это у нас будут группы нажимаем и сайн барабанная группа басовая группа драйв группа клин группа keyboard lead вокал с даблс и бэк-вокалс вот они все назначены и у нас остается еще один свободный bucket в которой мы можем объединить различные каналы эффектов которые потом появятся и так если мы хотим обезопасить себя от того чтобы случайно в какой-то bucket не назначить или наоборот не убрать из него какой-то канал мы можем нажать вот этот замочек он блокирует изменение содержимого bucket of теперь перед тем как мы будем работать с миксом на мастер мы сразу поставим еще один плагин крис лорд элджа это c la mix down что этот плагин делает он эмулирует выходной тракт криса лорд элджа что мы под этим подразумеваем мы подразумеваем ручку драйв которая дает больше или меньше перегрузки консоли то есть это очень важно для насыщения звука далее у нас есть два варианта бас мастер компрессии более такой модерновый вариант один и более плавный спокойный вариант 2 пока оставим на варианте 1 далее у нас есть эквалайзер для низких частот и для высоких частот это очень плавные фильтры широкие звучащие очень музыкально также у нас есть секция отображения соответственно входа gr gain reduction и выхода gain reduction соответственно сколько компрессии происходит ну и ручка вход ручка выход все очень просто изначально крис лорд элдж рекомендует просто поставить этот плагин и ничего с ним не делать однако задача наша будет в том числе заключаться в том чтобы не перегружать эту консоль по необходимости будем регулировать input далее здесь есть также калибровка отображения вот этих вот индикаторов чтобы вы понимали как это работает вот давайте я сейчас все пока выключу и на отдельный канал поставлю плагин который позволяет просто тестовый шум включить и так я сделаю потише сейчас мастер я включу тестовый тон и мы увидим как можно калибровать плагин по входу то есть это только отображение регулирует то есть например вот сейчас минус 10 децибел это тот уровень который выдает вот этот соответственно тестовый плагин мы можем отстроить чтобы например именно 10 децибел у нас был запас то есть вы видите он уровень минус 10 децибел отображает как ноль то есть по отсюда и калибровка вот мы видим значение 10 то есть это означает что выше нуля это уже превышение идет точки в минус 10 децибел это удобно для того чтобы знать что мы не перегружаем плагин то есть мы работаем с достаточным цифровым запасом то же самое касается плагина c la mix hub то есть а здесь в модуле input также есть вот эти винтики которые мы можем калибровать определенным образом можем также поставить здесь значение 10 это будет означать что на нуле у нас уровень минус 10 децибел отображается так лишний канал этот убираю громкость возвращаю и так то есть перед началом сведения мы ставим на мастер плагин c la mix down то есть таким образом у нас и каналы отдельные смоделированы за счет плагина c la mix hub и мастер выход у нас тоже смоделирован за счет плагина c la mix down на начальной стадии сведения он рекомендует вот эти плагины сразу использовать поскольку именно так он сводит на аналоге то есть у него сразу стоит bass master компрессия и соответственно сразу происходит некие консольные искажения это понятно также по необходимости уже в процессе сведения может быть использована некая плавная эквализация соответственно яркости микса или басовости как бы до микса и так сейчас я сделаю некий запас по уровням на каналах давайте пройдемся по этим трекам и посмотрим какие у нас уровни и так я буду включать воспроизведение и просто откорректирую выходные уровни чтобы у нас был некий запас так же посмотрим следующую группу в следующую группу Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что такое фильтры мы все понимаем Соответственно это фильтр низких частот Вот остается только верх И наоборот фильтр высоких частот Соответственно остается только низ Далее мы видим модуль эквализации Высокие частоты Две полосы средних частот И низкие частоты У них есть разные режимы работы Давайте сначала посмотрим опять-таки на анализаторе, как это выглядит. Смотрите, поднимаем высокие частоты. Вот мы видим плавный такой шелф. Значит, здесь мы выбираем саму частоту, выше которой идет подъем. То есть, чем ниже мы ее поставим, тем раньше начинается этот шелф. Если мы переключимся в режим Bell, то мы видим именно Bell-фильтр стандартный, который также может перемещаться по частотам. Тут все понятно. Так, давайте сбросим его. Происходит это с нажатием кнопки Alt и щелчком мышки. Дальше, средние частоты. То же самое. У нас есть с вами выбор частоты. У нас есть ослабление или усиление этой частоты. Далее у нас есть ширина полосы или добротность. Уже, соответственно, или шире. Далее, вот эта кнопочка Solo, она нужна для того, чтобы прослушивать временно в изоляции ту полосу, с которой мы работаем. Если ее нажать, то обратите внимание, что происходит. При нажатии на какой-нибудь из ручек этого эквалайзера, вот видите, что произошло, солируется эта полоса, просто чтобы нам было проще настроиться на нее. Кому удобно, можете использовать. Я обычно не использую. Мне удобнее слышать в контексте именно ослабление или усиление. Изолировано частоту слышать. Но это бывает нужно иногда для работы с какими-то резонансами, но в принципе не обязательно. Далее, значит, здесь обнулим. То же самое касается нижней середины. Понятно, что ширина фильтра также у нас есть. Ослабление либо усиление. Обнулим. Далее у нас есть низкие частоты. Они могут работать либо как шелф, вот такой вот плавный. Соответственно, мы выбираем полосу, ниже которой идет этот подъем или ослабление. Либо же мы можем переключиться в режим Bell. Тогда у нас есть вот такое вот более точное усиление либо ослабление. С эквалайзером, я думаю, тоже понятно. Теперь обратите внимание на такой момент. В каждом из модулей у нас есть несколько режимов. Стерео, дуо или мидсайд. Это означает, что мы можем работать, например, вот с этим эквалайзером. Не только как с обычным эквалайзером в режиме стерео, но и как с отдельным эквалайзером для левого и правого канала. И также отдельно для мид и сайд канала. Как подробнее увидеть все вот эти параметры? Нужно просто нажать вот этот значок. Мы попадаем в подробное отображение модуля. Вот в данном случае мы работаем в режиме стерео. Это означает, что для левого и для правого канала у нас залинкованы вот эти вот параметры. Мы можем их разлинковать. Таким образом мы будем отдельно управлять левым или правым каналом. В режиме дуо мы как бы работаем с двумя моноканалами. То есть это как бы двойное моно. И далее режим мидсайд. Соответственно мы можем отдельно работать с мид каналом и с сайд каналом. Мид канал это, соответственно, та информация, которая в центре. Вот, например, мы можем ее акцентировать. Низкие частоты. А это, соответственно, сайд канал. Вот, допустим, тарелки можем расширить именно по краям. Я не говорю, что нужно это делать, но, то есть, в данном случае мы можем отдельно управлять мид и сайд каналом. Если нам нужно и в мид, и в сайд канале что-то одновременно изменить, всегда можно залинковать и сделать это. Это касается всех модулей. То есть вот эта вот кнопка подробного отображения, она доступна для каждого из модулей. Для входного модуля, для эквалайзера и для модуля компрессии. Итак, про модуль эквалайзера мы поговорили с вами. Давайте перейдем к модулю компрессии. Здесь много всего интересного. Ну, начнем с того, что здесь два алгоритма компрессии. То есть вариант деск это тот самый компрессор, который встроен на каждый канал в SSL 4000. И другой режим это Bluey, то есть это синий компрессор 1176, который очень любит Крис Лорд Элдж. Какой бы компрессор мы не выбрали, у нас есть параметры Ratio компрессионного соотношения, у нас есть параметр релиза. Теперь сразу такое примечание про встроенный компрессор SSL и про версию Blue. Как вы видите, по гармоникам в режиме Blue появляются четные гармоники. Явно их видно. Вот вы видите, да? Четные гармоники, они влияют на наше восприятие звука как более теплого. То есть утеплить звук, если нам нужно, то с большей долей вероятности мы можем использовать режим Blue. Теперь, что касается атаки и релиза. Вот давайте в режим анализа динамики перейдем. Вот посмотрите. Вне зависимости от того, какой компрессор мы используем, встроенный Desk, либо 1176 Blue, у нас есть режим Fast Attack и есть режим обычный, адаптивной атаки. То есть в адаптивном режиме мы видим, что атака получается более широкая, чем в режиме Fast Attack. И с тем и с другим компрессором, с атакой, это работает примерно одинаково. Далее параметр Release. Соответственно, если он минимален, то мы видим, сразу идет восстановление и сигнал практически не меняется дальше по громкости. Если же релиз более долгий, мы видим, вот здесь вот происходит плавный спад. Поведение релизов у этих компрессоров разное. Вот обратите внимание, в режиме Desk и в режиме Blue сравним сейчас долгий релиз. Мы видим, вот картина восстановления громкости совсем разная. То есть в режиме Blue мы получаем здесь вот такой наоборот даже подъем небольшой, а в режиме Desk идет такой плавный спад. Ну, конечно, в первую очередь нам важно смотреть не на графике, а слушать. Это мы все будем делать. Далее сразу скажу, что у нас есть вариант параллельной компрессии. При помощи ручки Compression Mix мы можем подмешивать скомпрессированный сигнал к нескомпрессированному. То есть, например, мы можем использовать, допустим, сильно скомпрессированный сигнал и его подмешать к нескомпрессированному. Таким образом, мы здесь вот начинаем получать небольшой пик, и этот пик будет становиться больше, чем больше скомпрессированного сигнала мы подмешиваем. Видите, совсем острая такая атака появляется. Теперь давайте послушаем, как звучат эти два компрессора и какие органы управления у них есть. Итак, сейчас у нас выбран компрессор Desk. Включаем модуль компрессии. И я поднимаю Ratio, то есть это компрессионное соотношение. Ну, допустим, сделаем его 4 к 1. Сейчас никакой компрессии, по сути, не происходит. Как вы видите, звук особо не меняется. Здесь мы видим индикацию компрессии. Сейчас никакой компрессии нет, и, соответственно, этот индикатор поэтому молчит. Давайте включим индикацию Gain Reduction здесь, чтобы видеть ее более детально. Вот здесь мы видим, что небольшая компрессия совсем все же происходит. Итак, чтобы она начала происходить более явно, опускаем Threshold. Вот этот вот уровень срабатывания. Чем больше, соответственно, мы его опускаем. Почему я говорю слово «опускаем»? Потому что, вы видите, мы идем в сторону меньших значений, в сторону минус 20. Соответственно, чем ниже опускается Threshold, тем большее количество звука, большая порция волны его превышает, и начинает происходить компрессия. Вот сейчас происходит компрессия примерно 3 дБ. И сейчас компрессию уже явно слышно. Вот, послушайте, без компрессора и с компрессором. Очень характерное звучание у компрессора SSL. Очень прикольное такое, классическое. Теперь давайте послушаем, как звучит он на контрасте с компрессором Blue. Видите, насколько более агрессивно звучит компрессор 1176. Встроенный. И 1176. Можно использовать агрессивную компрессию, например, в режиме параллельной компрессии. Вот давайте сделаем больше ratio еще. Вот сейчас явное такое сильно скомпрессированное звучание. Мы можем воспользоваться ручкой Compression Mix. Соответственно, так компрессии нет. И мы можем подмешивать этот сигнал к нескомпрессированному. Это и есть параллельная компрессия. То есть сигнал слушается более плотным, но не такой искаженный, как на стопроцентном миксе. Так, давайте вернемся к средним таким значениям. И послушаем, как звучит теперь быстрый вариант атаки. Сейчас у нас атака адаптивная. Видите, вот этот переключатель у нас справа. Это означает, что мы используем более долгую атаку, которая к тому же адаптируется под программный материал. Если мы включим быструю атаку, вот в Fast Effect, то атака будет равна 1 миллисекунде. Ну, вы слышите, что при более долгой атаке у нас явно слышен щелчок малого. А в случае быстрой атаки этот щелчок уже не успевает проходить. Он сразу компрессируется. Тоже можно использовать такие варианты звучания для параллельной компрессии. То есть можно оставлять естественную атаку, которая звучит, и к ней домешивать скомпрессированный сигнал. Два разных характера звучания компрессии. Очень удобно, что встроили параллельную компрессию сюда. Давайте теперь рассмотрим, что еще есть продвинутого в модуле компрессии. Мы можем использовать сайдчейн-фильтрацию. Давайте откроем этот компрессор в подробном отображении. Вот нажмем на эту кнопку. Что мы здесь видим? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА